Представители Ивановской мэрии и депутатского корпуса городской думы проинспектировали в среду котельные. Здесь, на улице Красных Зорь, располагается котельная номер 46. Она обеспечивает теплом и горячей водой 13 многоквартирных домов, детский сад и даже одно предприятие. Два года назад в аварийном техническом состоянии котельная поступила на баланс компании и в Теплоэнерго. После чего новый собственник, вложив немалые средства, привел объект в порядок. Была модернизирована теплотрасса, подающая, которая ведет к нашим квартирным домам. Поэтому было вложено более 6,8 миллионов рублей на данную реконструкцию теплотрассы. И вообще в целом котельная была модернизирована в части оборудования. Поэтому мы уверены, что данная котельная будет работать в этом году, в этом сезоне без сбоев и будет поставлять тепловой ресурс в квартиры наших граждан без перебоев. А вот еще один пример того, как частные инвестиции меняют котельные к лучшему. За свой счет, собственник провел модернизацию предприятия и установил современное газовое оборудование зарубежного производства. И начал экономить на ресурсах. А результат отразился в первую очередь на потребителях. Плата за тепло у местных жителей уже давно не растет. Это прекрасный, наверное, пример именно частных инвестиций, которые вкладывают в город, потому что отапливается от данной котельной два детских садика, планируется переключение школы на отопление от данной котельной и отапливаются жилые дома. Ну, я думаю, что жителям данных домов повезло. К сожалению, сейчас таких примеров в городе немного. Однако работа в этом направлении ведется. В модернизации нуждаются еще десятки котельных, как правило, находящихся в федеральной собственности или на балансе убыточных предприятий. Возможно, вскоре и их получится привести в надлежащий вид. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.